Мы слишком низко. У меня туда 320 ныряет в реку. Приготовьтесь к удару. Что? Пригнитесь! Пригнитесь! Головы вниз! Вниз! И вот еще одна интрига, которую подкинули нам вы, уважаемые зрители. В своих сообщениях вы спрашиваете, как же так получается? Фильм еще не вышел на экраны страны, а мы уже про него рассказываем. Все очень просто. И об этом я обязательно расскажу в финале этого видео. А сейчас в Чудо на Гудзоне. Смотрим обзор. Чудо на Гудзоне. Именно так окрестили журналисты это событие, которое в действительности произошло в январе 2009 года. Экстремальная ситуация на борту. Капитан принимает решение посадить самолет в холодные воды реки Гудзон. Никто не сказал, вы потеряете оба двигателя на самой низкой высоте в истории. Экстренная посадка на воду. 155 человек на борту. С одной стороны, журналисты правы. Это действительно чудо. Ведь это первый случай в истории, когда при посадке на воду не пострадал ни один человек. С другой стороны, существует вероятность того, что самолет мог спокойно долететь до взлетно-посадочной полосы. И если для общественности капитан самолета предстает героем, то для владельцев авиакомпании и спецслужб он чуть ли не вредитель. Разными средствами они пытаются доказать халатность капитана. И в течение фильма нам показывают напряженное расследование этого инцидента. А также с особой тщательностью показывают переживания главного героя. Симуляторы говорят, вы могли вернуться в аэропорт. Без шансов, я чувствовал его. Тех, кто ожидает от этой картины получить такие же ощущения, как от классического фильма «Катастрофы», придется огорчить. Фильм не о самом крушении, а о том, что происходит после него. Хотя напряженные кадры, конечно, присутствуют. И показаны они даже более достоверно, чем в вымышленных историях. Когда синхронно в два голоса стюардессы начали кричать «Пригнитесь, пригнитесь», у меня лично все внутри сжалось, как будто сам очутился внутри салона. Пригнитесь, пригнитесь, головы вниз, вниз. Режиссер фильма Клинт Иствуд, бесспорно великий мастер. Он настолько умело управляет чувствами зрителя, что даже в этой истории, исход которой был заранее известен, иногда верилось, что для капитана все еще может закончиться трагически. Я управляю. Самолет ваш. Хочу, чтобы ты знала, я сделал все, что мог. Проникнуться переживаниями главного героя, капитана Салли, с успехом помог Том Хэнкс. Хэнксу вообще всегда удавались роли людей с глубокими внутренними переживаниями. И это не только из-за специфической внешности, как думают многие, но и благодаря тщательной работе над ролью. Для создания этого образа Хэнкс консультировался с тем самым капитаном Салли, посадившим на воду самолет в реальности. Он в подробностях изучил все мысли, посещавшие капитана. Кроме того, Хэнкс, конечно же, продолжительное время тренировался летать на авиасимуляторе. Салли! 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 Что с тобой? Создатели фильма старались по максимуму привлечь всех людей, которые имели отношение к этому реальному событию. И не только в качестве консультантов, но и в качестве актеров. Так, спасатели, которые фигурируют на экране, это те же самые сотрудники воздушной и надводной служб, Красного Креста, а также добровольцы, которые принимали участие в спасательной операции в тот день. Главное моей проверкой столетия 208 секунд. Есть ли кто? Что считаете всех? Пассажиров и экипаж. Интересно, что чудо на Гудзоне снят специальными камерами Аймакс. Это означает более полное погружение в происходящее на экране и особое ощущение реальности, которое возникает в процессе просмотра. Правда, получить такой бонус возможно только если вы будете смотреть фильм в специальном Аймакс-зале, который оборудован соответствующей техникой. Я лично смотрел в Аймаксе в формате 2D и был в восторге от этого эффекта погружения. Ну и напоследок хочу обратить внимание на жанр картины. Это биографическая драма. Это не триллер, не приключение и не фильм-катастрофа. И сказал я это для того, чтобы вы не ожидали отчет на Гудзоне большего, чем фильм сможет дать. Как биографическая драма, это очень крепкий и состоятельный фильм. Фильм, который 100% сможет доставить особое удовольствие всем ценителям этого жанра. Пригнитесь! Голову вниз! А сейчас, внимание, то, о чем все видеоблогеры в конце говорят, я покажу на пальцах. Я вам обещал рассказать, как так получается, что мы показываем обзор раньше, чем фильм выходит в кинотеатрах. Все очень просто. Нам настолько интересно посмотреть свежачок раньше всех, что мы просто идем в кинотеатр и смотрим его на пресс-показе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok